Здравствуйте! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 20 мая Церковь празднует отдание Пасхи. В этот день богослужение в последний раз совершается по пасхальному чину. Более подробно об этом и других событиях нашей епархии смотрите в рубрике «Епархиальные вести». Подходит к концу празднование Святой Пасхи, которое продолжалось 40 дней. Время пребывания Иисуса Христа на земле. Его явление Божией Матери и своим ученикам. Последний день по празднеству носит название «Отдание». Он совершается в среду Шестой Седмицы и является днем окончания земной жизни Господа, который заканчивается Его проповедью о Царстве Небесном. Отдание Пасхи – это день, который собой ознаменует то, что все пасхальные богослужения, в которых мы употребляем пасхальные службы, пасхальные тропари, пасхальные ермаса поем, в этот день уже прекращается, и служба начинает служиться по обычному годовому кругу. «Отдание» знаменуется особо торжественным богослужением, которое совмещает в себе, кроме пасхальных песнопений, также песнопений «Недели о слепом» и предпразднественные песнопения праздника Вознесения Господня. Звучат пасхальные тропари, как в первые дни Пасхи, а литургия совершается при открытых царских вратах. Однако верующим не стоит забывать о том, что богослужения, совершаемые в храме после Вознесения, также несут в себе глубокий и торжественный смысл, а каждый воскресный день считается Малой Пасхой. Страстная неделя Великого Поста оставила нам на весь год два важных дня – среду и пятницу. Но величайший праздник Пасхи Христовой оставил нам на весь год эту радость. Каждый воскресный день – Малая Пасха. Каждое воскресенье напоминает нам о Воскресении Христовом, о том, чтобы мы не забывали этот день и всегда приходили в храм. По традициям, праздник Отдания совершается в последнем году пасхальный крестный ход с выносом иконы Воскресения Господня и пасхальными возгласами. Христос воскресе! Пасхи Христов воскресе! Казалось бы, что пасхальная радость уходит вместе с праздником Отдания. Однако свет Христового Воскресения остается человеком на весь год, и главное – это суметь правильно сохранить его в своей душе. Во время Великого Поста мы со своей души изготавливаем тот сосуд, который мы стараемся очистить, приготовить для того, чтобы в праздник Пасхи Господний этот сосуд наполнится великой радостью Воскресения Христова. И если мы этой радостью стараемся делиться с ближними, то этот сосуд постоянно у нас восполняется. Поэтому и Господь нас призывает к тому, чтобы мы этой радостью Евангельского света делились с каждым человеком. И тогда эта радость нас и сохраняется, и умножается. Заботясь о каждом человеке, как о ребенке, вознейшийся Господь не оставляет его на земле одного. Согласно евангельскому повествованию, Бог посылает людям утешители Святаго Духа, которые пребывают с нами до скончания века. Господь Святого Рива человека, ради Него пришедший на землю, не может никогда оставить то, что Он любит больше всего – человека. Ни на одну секунду, ни на одно мгновение. Его любовь к нам безгранична и проявляется всегда. После Своего Вознесения Господь сказал, что когда Он вознесился на небо, «Я уйду, но придет Дух, который настаёт вас на всякую правду». То есть именно тот Дух Святой, который согревает человека и поддерживает его всю его жизнь. Третье лицо Святой Троицы. Господь нас не оставил ни до нашего рождения, ни в то время, когда мы живем, не оставит нас после нашей временной смерти. Он всегда будет пребывать с нами, если только мы сами желаем быть с Ним. Не будем забывать то, ради чего пришел Господь на землю. Его земная жизнь явилась указанием пути в Царствие Небесное, высшая награда которого – вечная жизнь со Христом. Вознесение Господне – один из двенадцатых праздников Православной Церкви. Этот день поистине наполнен Божьим светом. Прямо за мной находится известный жителям Липецка Христорождественский кафедральный собор. В этот день торжественно совершается праздничное богослужение. 21 мая, когда Церковь празднует Вознесение Господа нашего Иисуса Христа, Ирей Сергий Гришанов в одном из пределов Липецкого кафедрального собора освященного в честь Смоленской иконы Божьей Матери, возглавил Божественную Литургию. Несмотря на будничный день, в храме собралось немало количества верующих, чтобы в молитве прославить вознесшегося к своему Отцу Бога. Согласно повествованию книги «Деяния святых апостолов», Христос после своего воскресения провел на земле 40 дней. В этот период Он являлся своим ученикам, тем самым укрепляя их верой и давая им надежду на грядущее Царствие Небесное. Все это время Господь готовил апостолов к служению по распространению христианской веры, после чего, завершив свое земное служение, вознесся на небо. Это большой праздник для человека верующего, для всех нас верующих, потому что по мирским понятиям уход Господа Бога от нас – это печаль, а по понятиям церковным – это большая радость, потому что Он всегда остается с нами в нашей душе, в нашем сердце. И связывает нас с небом. Сегодня я хочу поздравить всех людей и прихожан этого храма со светлым праздником Вознесения, который дает нам надежду на вечную жизнь. И каждый мой должен молиться, вести себя в этой жизни так, чтобы, умирая, не было нам стыдно за нашу прожитую жизнь, воспитывать детей, приучать их к храму, чтобы детки наши знали наше православие. После Вознесения Иисус Христос не оставил людей, а продолжает спасение рода человеческого через Святого Духа. Вот тайна радости святых апостолов, по причине которой скорбь разлучения с Господом превратилась в великую радость вечного духовного с Ним общения. По окончании литургии духовенства и прихожане единые молитвы вознесли хвалу Спасителю. Веречаемся в животах, чем Христе, и почитаем, ежи на небеса, Пречистое Твоею платье, Божественное Вознесение. 23 мая церковь чтит память апостола Симона Зилота. Он был сыном святого Иосифа Обручника и по плоти братом Господа. Первое чудо, которое Господь сотворил в Кане Галилейской, произошло в его доме. О других памятных датах смотрите в нашей рубрике «Православный календарь». 24 мая чествует цепь святых отцов Первого Вселенского Собора. Ими были опровергнуты и осуждены богохольные измышления ария и утвержден православный символ веры. В этот же день прославляют цернопостольные Мефодий и Кирилл, учители славянские. Для России празднование святых первоучителей имеет особое значение, так как они внесли большой вклад в духовное просвещение нашего народа. Этот праздник является днем Тезаимениста Святейшего Патриарха Московского и Всеверуси Кирилла. 3 апреля 1969 года он принял монашеский постриг с именем Кирилл. 25 мая церковь вспоминает прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и Всеверуси Чудотворца. Он происходил из рода донских казаков. В годы его служения в Казани совершилось явление и обретение чудотворной казанской иконы Божией Матери. Деятельность Святейшего совпала со смутным временем для русского государства. 28 мая день памяти благоверного царя Ивча Димитрия, Углического и Московского. Он был сыном царя Иоанна Грозного. Из-за желания власти неприятели убили наследника престола. Впоследствии у его гробнейцев стали совершаться множество чудес и исцеления. 22 мая православные христиане вспоминают память святителя Николая Чудотворца. Еще при жизни он прославился многими чудесами. Он считается скорым помощником и защитником верующих. В рубрике «Благовестники» смотрите наш репортаж об этом чудном угоднике Божием. Издревле на Руси одним из самых почитаемых святых был святитель Николай Чудотворец. В каждом доме хранился его образ и передавался из поколения в поколение. По всей России в его честь воздвигалось множество храмов. Как чтят память святителя Николая в наши дни, мы решили поинтересоваться у верующих. Читая житие его, удивляешься, насколько он был скорый помощник, скорый угодник, приходил всем на помощь. В современное время, как люди почитают и как мы почитаем святителя Николая, ну, конечно же, возносим молитву этому святому, просим его помощи и заступничества. Безусловно, очень помогает многим людям. И по его молитвам нам тоже очень много в семье было дано. Он помогает, как в дороге, когда муж уезжает, он часто у меня ездит. Обязательно, без молитвы Николая Чудотворца, он из дома просто не выходит. И слава Богу, вот уже много лет и много было в дороге всего, но все проходит благополучно. 22 мая церковь вспоминает перенесение мощи святителя Николая из Мирликийских бар. В этот день высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский в сослужении духовенства и пархи возглавил божественную литургию в Рождество Богородицком храме мужского Задонского монастыря. Дели-ка, господин и отца нашего Кирилла, сиди же, патриарха Московского и всея Руси, и святой Трои Сири Лавры, священарки Мандрита, да поменит Господь Богу в царстве Своем, всегда он и неприскнут, и во веки веков. Этот праздник берет свое начало еще с IX века, когда греческая империя переживала тяжелое время. Мусульмане разрушали святыни по всей Греции, и вскоре перед ними встала задача уничтожить раку чудотворца. С этой целью недоброжелатели отправились в мир Иликийский, но по ошибке взломали другую гробницу. Воспользовавшись этим случаем, христиане из Италии спасли его мощи, переправив их по морю в город Бар. Господь перевел мощи святителя Николая в западный мир, где была в тот момент большая стабильность, чтобы мощи остались сохранны для всех нас, для грядущих поколений. Поэтому будем хранить нашу православную веру, потому что именно православную веру защищал святой Николай на Первом Вселенском Соборе. И он дает нам такой завет – твердо хранить нашу истинную, единственную истинную православную веру на земле и молиться святому Николаю, который является одним из самых скорых помощников во всех наших нуждах и проблемах. Не будем забывать не только попросить, но и благодарить. По завершению литургии правящий архиерей в молебном пении прославил угодника Божия и обратился ко всем верующим с проповедью, в которой рассказал о его святой жизни. Мы же вспоминаем бесчисленные чудеса святителя, благодарим его за молитвенное ходатайство. Чем памятен сегодня майский день? Народ стекается под своды храма, Цветут пионы, розы и сирень, Мелькает праздничная реклама. Мир пробуждается от снов, Природа в звуках оживает, В дыхании утренних цветов Она для нас благоухает. И в этой радости земной, В объятиях ласкового солнца Оклад сияет золотой Иконы старца-чудотворца. Во все века его заслуг Не меркнет свет и утешение, Кого избавил от недуг, Кого от кораблекрушения. Мы чтим святого за дела, Что совершил и совершает. Душа святителя светла, Она нас, грешных, утешает. Любви в нем было через край, На всех людей ее хватило б. О чудотворец Николай, В твоей любви и наша сила. Молитвы примешь ты от всех, В огне, на суше и на море, На ком был даже смертный грех, Поможешь всем в беде и горе. Тебе желали много зла, Искали повода обидеть, Но в душу злоба не вползла, Не мог ты грешных ненавидеть. Являя людям чудеса, Каких их боги не творили, Слепым ты открывал глаза, Глухонемые говорили. Ты был и есть пример во всем, Любимый, чтимый нами Отче, Прекрасным этим майским днем Душа тебе открыться хочет. В рубрике «Дебе поем» в исполнении Елены Лучиной Прозучит песня «Спаси и сохрани». Автор музыки Евгений Крылатов. Слова Евгения Евтушенко. Прости, Господь, уходит миг, Оборванной струной. Прости за страх, за скорбь велик, Беда тому виной. Прости за пагубность надежд, Прости меня, прошу, Я детство след, всего лишь след, В душе своей ношу. Прости за то, что не звала в отчаянии своем, Прости, что муку приняла одна, а не вдвоем. Прости за грубость невзначай, Прости меня, прошу, Я образ твой, как светлый рай, В душе своей ношу. Спаси меня и сохрани, Верни надежды свет, За нежность сердца не вини, Назад дороги нет. Спаси меня и сохрани, Придут другие дни. Спаси меня, спаси меня, Спаси и сохрани. И сохрани. Спаси Господь И сохрани, верни надежды свет За нежность сердца не вини Назад дороги нет Спаси Господь и сохрани Придут другие дни Спаси Господь, спаси Господь Спаси и сохрани Спаси Господь и сохрани Придут другие дни Спаси Господь, спаси всех вас Спаси и сохрани Наша передача подошла к концу Мы прощаемся с вами ровно на неделю Ангела вам, Хранителя Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова